С миру по нитке эстафету добрых дел подхватили наши коллеги из Удачного. Решили оказать посильную помощь реабилитационному центру для детей оленеводов в поселке Оленёк. Тему продолжит Ирина Балкова. Поприветствуем, товарищи, наших гостей. Ребята, в гости. Детский радостный смех и горящие глаза встретили нас в Оленёкском реабилитационном центре. Усталость после трудной дороги и сильные морозы ушли на второй план. Ведь именно это было нашей целью – подарить радость детям. Пользуясь случаем, прежде всего, благодарим организатора благотворительной акции, которая была предназначена для детей, для семей, которые получают социальные услуги в Оленёкском центре социальной поддержки семьи и детям. Дети, конечно, акция приурочена как раз к Новому году. Все ребятишки ждут подарков, поэтому акция, конечно, очень своевременная и очень долгожданная. Сегодня акция организована работниками телевидения Мирнинского района, что очень отрадно, потому что именно через средства массовой информации народ узнаёт о наших проблемах, о наших радостях. И, пользуясь случаем, мы от имени района благодарим организаторов ещё раз. От имени жителей села Оленёк администрация муниципального образования Оленёкский национальный наследок благодарит всех жителей города Удачного, союза женщин Мирнинского района, администрацию города Удачного, а также всех-всех жителей за благотворительную помощь. Идея оказать посильную помощь нуждающимся детям возникла ещё весной, когда наша съёмочная группа выезжала в Оленёкский венки из Киулус на публичные слушания. Мы обратились к администрации города Удачный, жителям, предпринимателям, студентам МРТК, которые моментально откликнулись на призыв о помощи. Реабилитационный центр для малообеспеченных и многодетных семей в посёлке Оленёк существует уже давно. В нём имеется стационарное отделение и отделение дневного пребывания. Ежедневно посещают его порядка 12 человек. Это дети от 4 до 18 лет. Здесь каждый для себя может найти занятия по интересам. Квалифицированные повара готовят разнообразные блюда. При центре работают различные кружки, с удовольствием посещают ребятишки из многодетных семей, из неполных семей, но и из семей, которые, конечно, испытывают трудности. Подобные центры в нашей стране всегда нуждались и нуждаются в поддержке. За помощь в организации поездки, телерадиокомпании «Алмазный край» благодарит водителя-оператора Виталия Стёпкина, Алексея Стёпкина, Олега Моисеева, Александра Кудинова, Вячеслава Дерескова и предпринимателя Татьяну Шмелёву, которая отправила детям новые канцелярские принадлежности и книги. Творить добро нужно всегда. Мы пообещали детям, что эта поездка в реабилитационный центр не последняя. И они будут нас ждать. Ирина Балкова, Виталий Стёпкин, телеканал «Алмазный край». Ирина Балкова, Виталий Стёпкин.